Пудра Всем отличного настроения, кто начинает этот день вместе с нами. С нами Наташа Теплова, Павел Моисеенко, 20 августа, на календаре. Начинаем очень бодро и ярко сегодняшний день. Да. Сэр правильно сказал, Наташа? Ты будешь все визуализировать, что я говорю сегодня? Не убавить, не прибавить. Почему настроение у меня с утра такое? Интересно. Узнала я лайфхаки, которые смогут улучшить мой быт. Все ли они улучшат? Или с каким-то сможешь поспорить? С какими-то смогу поспорить, я еще та хозяюшка. Ну, действительно, мы расскажем сейчас пару лайфхаков о том, как можно улучшить некоторые моменты в уборке, сохранении чистоты, прибегая исключительно к подручным средствам и не тратя при этом миллион энергии. Так, ну и, соответственно, какой же самый первый в том... Если вы собираетесь жарить что-либо, вы накрываете пространство вокруг плиты бумажными полотенцами. Тогда брызги будут попадать не на покрытие вашей, вашего кухонного гарнитура. Дорогущей кухни. Что, кстати, да. А на полотенчика. Потом мы полотенчики собираем, выбрасываем, все чисто, прекрасно и жира нет. А если газовая плита, рекомендуют такую же операцию проделать с фольгой пищевой. Да, да, поэтому обратите, здесь ставим лайк, плюс, здесь все в порядке. Лучше не покупать посуду с неровностями. Вот это действительно верно. То есть мы понимаем, что если на тарелке, например, есть какие-то узорчики, какие-то вот... В выпуклости и в пуклости. Да, в выпуклости и в пуклости. То их будет сложнее мыть, там будет застревать постоянно остатки еды. А плоские тарелки мыть лучше, проще и быстрее. Да, вот этот вообще мой любимый. Чтобы на стенках душевой кабины не оставались разводы воды и мыла, протирайте их сразу же после того, как приняли душ. Как тебе такое лайк? Никто этого не делает и не будет делать. Когда ты принял душ, ты вот уже там либо настроился на новый день, либо наоборот уже готовишься ко сну. Ну, последнее, что я захочу делать, что-то протирать. Поэтому вот для ленивцев, ну, мы же говорим о том, чтобы упростить свою жизнь, мне кажется, этот лайфхак не подходит. Как ты считаешь, правда ли, что средство для мытья посуды отлично справляется с жирными пятнами на одежде? Да и нет. Это как? Есть ряд пятен, которые действительно можно вывести таким образом. Я делала. А есть некоторые ткани или пятна, которые такое средство только усугубит. То есть появятся разводы, все это вот растечется, как чернила в нашем с тобой недавнем эксперименте. В общем, нет. История такая. Мы против. Фифти-фифти, поэтому... Против разводов. Попробуйте где-нибудь... Да. Как? Спасибо, Паш. Это шутка. Если, допустим, вы живете один, лайфхак для вас. Не ставьте всю чистую посуду перед своими глазами. Лучше оставить себе 2-3 тарелки, потому что наша психика так устроена, пока будут чистые тарелки, мы будем их использовать. В результате вместо двух грязных тарелок вы получите целую гору посуды. Поэтому, если вы чувствуете, что вам не нужно слишком много посуды, лучше взять 2-3 тарелочки, положить их и спокойненько использовать и мыть. С одеждой. Вот я с одеждой. Я так делала. Я жила одна, был в моей жизни такой опыт. Жила одна, и у меня было 2 тарелки. Одна ложка, одна вилка, одна чайная ложка и одна кружка. Это надо умудриться сделать гору немытой посуды из двух тарелок и двух ложек. С одеждой так же, то есть у тебя 3 платья, и ты их используешь. Абсолютно точно. Конечно. Я думаю, что все наши телезрители уже смогли это заметить. И нет вот этих, самое главное, мук выбора. Понимаешь, девушки, они же, что надеть, что надеть, а тут все просто. Следующий совет из Наташиного списка. Чтобы натереть до зеркального блеска хромированные краны в ванной, используйте детское масло. Что такое детское масло? Для детских бутербродов? Да, для детских тел. Маленькое масло для маленьких детей. Но оно просто менее, там нет отдушек, нет каких-то добавок и всего прочего. Гипоаллергенная. Более гипоаллергенная. И оно не такое, кстати, маслянистое, оно более водянистое такой структуры, нежели масло для взрослых. Да, надеемся, что, друзья, советы эти вам помогут. Пригодятся. Да, но это такие советы для женщин, для домохозяек. Нет. Не только. Что это такое? Я не посудомойка. Вот именно. Уже уходит это все в небытие, понимаешь? Сейчас нет этого разделения, что кто-то должен что-то по дому делать, а кто-то не должен. Женщины выходят на работу, мужчины моют посуду, и все считают это обычной, нормальной, стандартной картиной. Кстати, вот мы тоже в редакции начали думать, вообще, какие сейчас в современном мире профессии считаются самыми практикоприменимыми для женщин, сколько женщина может и должна зарабатывать, и вообще, как распределяются деньги в семье, решила выяснить наш коллега. Лена Лефирова отправилась на улицы Краснодара и узнала это у наших жителей. В обществе всегда разнятся мнения, кто сколько должен зарабатывать. Женщины постоянно рассуждают на тему, сколько должны приносить денег мужчины. Мне кажется, такой подход несколько однобогим. Поэтому прямо сейчас я пойду и узнаю, сколько должна зарабатывать женщина, по мнению горожан. Поехали. Какая профессия идеально подходит для женщины? Косметолог. Косметолог, да. Логистика. Дома сидеть, борщи варить. А мне нравится, значит, борщик еще никому не мешал. Дома сидеть, прохладненько сейчас под кондиционериком. Идеально. Что за сексизм? Сколько должна зарабатывать женщина? Ну, не меньше ста тысяч. Не меньше ста тысяч? Ого! Я думаю, что да. Много. Много? Насколько много? Не знаю, сколько, но много женщины должны зарабатывать. В районе полкинга было бы очень хорошо. Нормалек, я бы не отказалась. Чем больше, тем лучше, наверное. Потому что все равно, как бы там ни было, семья или что, человек должен быть независимым. В идеале? Ну да, но если... Чтобы мне самой хватало? Чтобы... Мне она не просила? Ну да. Ну, знаешь. 50 тысяч. 50 тысяч. Меньше, чем мужчина. По-хорошему вообще не должна. Муж должен по-хорошему. Она никому ничего не должна. Ну, она должна зарабатывать как можно больше и работать как можно меньше. Знаете, если доставляет удовольствие работа, в результате которой она получает 10 тысяч, а почему-то почему-то не работать. Мне кажется, и мужчина, в принципе, может зарабатывать именно столько же, потому что это ему нравится. Смысл же все-таки не в деньгах. А по вашему мнению, идеальное распределение бюджета как выглядит семейного? Должны быть какие-то общие средства в районе 30% от зарплаты каждого, а все остальное ты можешь использовать сам. В общем, 30% подал и гуляй с тобой. Ну, это что, типа, накопление, какие-нибудь на общие путешествия и все такое. 50 на 50. 50 на 50? Да. Но женщина должна быть домохозяйкой при этом. Возможно. Ну, думаю, так, процентов 70 на 30. 70 на 30. Но женщина при этом, в принципе, не должна работать. Нет, ну, нет, так тоже сидеть невозможно. Ну, нужно и поработать немного, так скучно будет просто. Самая идеальная профессия – это мама. И какое идеальное распределение семейного бюджета, мой третий вопрос. Тоже у мамы все должно быть в руках. Мне так нравятся ответы женщин. Это просто суперкруто. У мамы должно быть все в руках. Девчонки, вы поняли, о чем речь. Очень много мнений мы сегодня услышали. Женщина должна зарабатывать и 50 тысяч, и должна вообще не работать. Но все схожи в одном мнении. Чем бы ни занималась женщина, это должно приносить ей радость. Ну, и не предполагали мы, что какому-то единому мнению это все может прийти, потому что... Сколько людей, сколько и мнений. Да, поэтому здесь вы делаете выбор самостоятельно. Выбирайте главную профессию по душе, чтобы каждое утро вам хотелось вставать с новыми мечтами, новыми целями и идти на работу. А пока оставайтесь с нами, мы вернемся совсем скоро. На календаре сегодня 20 августа, и именно в этот день, в 1634 году, в Москве был издан первый букварь. Да и вообще, конец августа – это такое время, когда ты вспоминаешь... Про букварь. Про букварь. Я думаю, что у многих людей есть такое очень четкое ощущение, эмоциональная связь с концом августа, как с временем, когда ты начинаешь готовиться к школе. Когда надвигается сентябрь. Я обожала август, потому что я очень ждала школу, и это был любимый мой месяц. Потому что там кормили. Ну, в общем, мы сейчас... Как подготовиться к школе и про детей. Сейчас будем говорить, Елена Чичук, почетный член Международной профессиональной ассоциации психологов. Соответственно, психолог, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Дети наши, любимые, не были в школе практически с марта. Ну, вот такое у них затяжная получилась пауза. Мы полагаем, что в этом году особенно сложно будет входить в новый учебный год. Так ли это, и с чего стоит начать подготовку детей к школе? Или уже поздно? Учиться никогда не поздно, если мы помним. Давайте разбираться. Я думаю, что основная трудность будет не сколько во вхождении после долгого перерыва, сколько в том, что сейчас появилось очень много неопределенных моментов. И поэтому придется принимать решения по мере поступления информации. То есть, например, если поступила информация, что первый звонок проводится только у первых классов, девятых и одиннадцатых, мы на это реагируем, и, соответственно, детей к этому готовим. Все остальные начинают учебный год каким-то другим способом. То есть сейчас пойдет поиск новых способов, новых форматов. И я думаю, что самое главное в этом процессе, так системно скажу, чтобы не вдаваться в подробности, отнестись к этому не как к проблеме, а как к задаче. То есть есть задача у нас. Был долгий перерыв, и нужно включиться. Давайте думать, как включаться. Мы говорим про школьников, но школа, она длительный промежуток времени в жизни ребенка занимает, поэтому я вижу целесообразным поделить все-таки на первоклассников, на младших школьников и на тех ребят, кто постарше. Различается ли вот эта самая подготовка, настройка детей в зависимости от возраста? Да, конечно, различается. И здесь особое внимание нужно уделить как минимум двум моментам. Их, конечно, больше, но как минимум два. Это первое, знать зону ближайшего развития в этом возрасте, опираться на это, и степень самостоятельности ребенка. Потому что, в общем-то, задача и воспитания, и развития это постепенный переход от связи с родителями к самостоятельности. Допустим, если взять младших школьников, здесь мы всегда должны помнить, что у них, ну, первоклассников, у них были отношения ребенок-семья, а сейчас у них появляется третий, да, скажем так, звено коммуникации, да. Третий субъект коммуникации, да, если таким языком говорить. Это учитель и школа, соответственно, да. То есть вот такой треугольничек появляется. То есть нужно будет к этому привыкать, находить способы взаимодействия, сотрудничества и так далее. Что касается детей, которые из младшей школы, да, переходят в более старшую, да, в среднюю школу, то там основной момент это привыкнуть к тому, что разные предметы, разные учителя, да. Вот, например, ходили мы с моим ребенком, он увидел тетрадки разные с названием предметов, видит, написано алгебра, там, физика, туда-сюда. Говорит, мама, а где математика? Он очень любит математику. А все, теперь у тебя две математики нет. Да, то есть вот я объяснила, да, что есть теперь алгия, про геометрию, что это, в общем-то, такое. И он загорелся по новой. Он обрадовался, что теперь у него будет то, что он любит, Ну вот здесь ведь важно, чтобы родители воздействовали, да, на ребенка не с той точки зрения, да, воздействовали. Все, готовься. Мне так говорили в четвертом классе. Детство закончилось, все. У тебя старшие братья. Теперь алгебра. Это спарта. Наверняка нужно как-то... И физика. Да, нужно как-то помягче, наоборот, с тем, что это новые возможности, какие-то новые открытия. Совершенно верно. Вот такой лайфхак, да, давайте вспомним, что мы, если мы сосредоточимся на том, что сейчас будет стресс, сейчас будет новый этап, там, и так далее, ну, наверное, будет страшно и будет стресс. А если мы настроимся на то, да, и вспомним, да, что, что там еще происходит, помимо того, что это новые деятельности, да, какие-то новые, новый режим, новые правила, что там еще. Новые знакомства, общения, да, новые знания и так далее. То есть вот у каждого свое, я сейчас общими словами говорю, каждый родитель знает своего ребенка лучше всего. И вот здесь важно как раз-таки найти, да, что будет ребенку там интересно, и на этом сделать акцент. И еще есть немного времени для того, чтобы вот тоже такой, можно сказать, лайфхак, да, переструктурировать пространство и время. То есть что вы можете сделать? Так-так-так, да, вот, внимательно. Да-да-да, начало. Да-да-да, начало, да. Смотрите, ну смотрите, да, с 1 сентября будет новый режим. То есть если сейчас день строился определенным образом, то с 1 сентября будет у кого-то первая смена, у кого-то вторая, да, там, учить уроки, там, тренировки, секции и прочее. Что мы можем сделать сейчас? Мы можем сейчас начать потихоньку жить с ребенком уже в этом режиме. Например, ну, например, если вы знаете, что первая смена, то сейчас, уже в августе, если вы еще этого не сделали, мы уже это сделали с детьми, мы начинаем первую половину дня посвящать обязательным каким-то делам ребенка, обязанностям его, или просмотру каких-то обучающих видео, да, или вот он там читает, рисует, то есть все это помещаем как раз-таки в первую половину дня. Да, мы знаем, что будет первая смена. Ну, кто у кого вторая, тот во вторую. Если вы знаете, что будут тренировки, а сейчас их нет, то тогда помещаем туда, да, какие-то виды деятельности, которые похожи на тренировки, да, то есть вот этот вот режим и образ жизни мы потихонечку, да, переструктурируем под то, как он будет. То есть можно это сделать. Можно и сразу, конечно, в море бросить, да. Ну, вот, кстати, сказать, да, про секции и кружки. То есть с 1 сентября можно уже активно, если ты готовишь ребенка, вот там за 10 дней, за 2 недели, школа. И кружки. Или постепенно там, неделя школа только, потом фехтование добавлять, потом там, чем он занимается, бадминтоном. Да, абсолютно точно. Ну, знаете, я думаю, что имеет смысл дозированно это делать, но ведь все кружки, скорее всего, начнутся тоже там с 1 сентября или с октября. Здесь важно так, если все сразу кружки и школа все-таки включены в режим, то тогда уделяем внимание физиологии. Вот, то есть смотрим, да, даем ребенку привыкнуть. И помним про то, что учителя, тренеры, они тоже не будут сразу заваливать ребенка там 5-10 заданиями. У них тоже есть понимание того, что это адаптация. Потихонечку, сами будут входить в режим. Да, они сами будут входить в режим. То есть сотрудничаем, общаемся, договариваемся с системой, с ребенком. Я считаю, что важно, можно говорить, вот, момент с тем, когда родители и дети возвращаются из отпуска. Потому что есть у нас в крае вообще бархатный сезон. Мы понимаем, что многие планируют на сентябрь отпуск. И, ну, вот даже в моем детстве было такое, что ничего страшного, если ты вернешься к числу к 15-му. Вот эти бархатные дети, да, мы их называем, в середине сентября. Какова вот ваша оценка таких действий? И за сколько лучше до начала школы все-таки вернуться из отпуска и уже войти вот в эту рутинную деятельность? Это зависит от особенностей нервной системы ребенка и родителя. Да, кто-то может за три дня включиться, кто кому-то нужна неделя или две, во-первых. Во-вторых, все-таки, если вы выбрали традиционную школу, да, которая начинает занятия 1 сентября, ну, все-таки лучше включиться 1 сентября. Но если вы включаетесь позже, то вы должны тогда иметь в виду, что будут определенные особенности, связанные с тем, что есть групповые процессы, да, которые уже начались. То есть вам придется адаптироваться немножко по-другому, и нужно знать, как это правильно сделать. Вот такой момент. Но опять же, все мы ошибаемся, да, и в этом нет ничего страшного. На ошибках учимся. Хорошо, что 11 лет ребенок ходит в школу. У вас будет время с каждым годом поисправлять ошибки и более плавно организовывать вход ребенка в школу. Большое вам спасибо. Надеюсь, что все эти советы были услышаны родителями, и стресс при начале нового учебного года будет минимален. Продолжение следует... Друзья, всем привет! По-прежнему Павел Моисеенко, по-прежнему Наташа Степлова машет рукой, улыбается. Это значит хорошее настроение, которое мы всегда традиционно дарим вам с самого начала этого дня. Ну и о событии, которые сегодня... Ну, я не знаю, можно это праздником назвать, но прям... Это событие! Праздник, это событие. И я приготовила на этот счет миниатюрку. Так, а ну-ка, пожалуйста. Что это? Что я делаю, Паш? Мы играем в крокодил. Ты перелистываешь календарь, и снова 3 сентября? Нет, Паша, я же пыталась... Дисковый телефон. Абсолютно точно. Потому что событие, про которое мы говорили, состоялось 20 августа 1896 года, когда был запатентован телефон с дисковым набором. Все ведь помнят, я думаю, сейчас в головах у всех затарахтело, как... Неправильно набрал снова. У Наташи он не издавал звуков, она подзвучивала свой телефон. В общем, все ли помнят, все ли знают о существовании вообще этих дисковых телефонов? Мы говорим сейчас о подрастающем поколении, решил выяснить наш коллега Дмитрий Попович. Знают ли они, что такое дисковый телефон? Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дима. Меня Саша. Федя. Ну, можно и этой рукой. Давай тогда я вот так. Ну, ладно. Тактика понятна. Ну, как настроение у тебя? Нормально. Что делал? Играл. Во что? В игры. Ну, какой вопрос, такой ответ. В какие? В разные, наверное, да? Знаешь, что такое телефон? Да. Часто пользуешься телефоном? Не дают. Когда маме звонят, отвечают. Если это какая-то тетя, я не звоню. Неужели тебе некому позвонить? Нет. Друзья, бабушки. Бабушки свои деда. Я не звонил, только мама звонила, а потом давала. Вот. Ну, разговаривал же. Вот. Просто наугад набираешь номер, звонишь и общаешься с людьми. Да? Да. И своим другом Вадиком. Так. Вадик далеко живет? Да. Да. Он в Краснодаре. Так. Ну да, далеко. Помимо незнакомых людей, с кем ты еще разговариваешь? Ну, с другими еще. Без телефонов сложнее или легче? Сложнее. Сложнее. Почему? Потому что если бабушка живет очень далеко, придется идти и говорить. Легче. Мне легче. Без гаджетов. Легче без гаджетов? Все-таки иногда надо от них отдыхать. Потому что мой брат все время смотрит телек. То есть, неужели телек важнее, чем сестра? Да, у него телек самый лучший друг. А бабушка далеко живет у тебя? Да. А где далеко? На горах. У нее есть море. У нее есть свое личное море? Так думаешь, к бабушке далеко было, долго было бы идти, если не телефон? Семь лет. Вот как бы вы с Вадиком разговаривали? Ну, как-как. В гости ездили. Так, может, без телефона лучше? Слушай, Федя, ты знаешь, что такое дисковый телефон? Нет. Это там маленькие диски. Так, и для чего они? Чтобы на телефоне хорошо было видеть и снимать. Так. А у нас есть дисковый телефон. Хочешь посмотреть, как он выглядит? Да. Вот. Вот это дисковый телефон. А, такие в фильме есть. Ты когда-нибудь видел такое? Нет. Ну, вот, допустим, нужно позвонить 01. Как позвонить 01? Эм... Эм... Ноль? Да. Ноль. Ну, просто нажать нужно, да? Тут вообще невозможно. А как на него снимать, Саша? На него вообще нельзя снимать. Еще в детстве звонил. Много воды утекло с тех времен. Это так набирается телефон. Не знаю я им, как пользоваться. А разговаривать куда? Разговаривать? Куда? Крубку. А как ее держать? Алло. Этому телефону сегодня исполняется 134 года. О! Это много, как для нас? Много. Давай его поздравим с днем рождения. А как? Поздравляю тебя телефон, что тебе 43 лет. 134. 134 лет. С днем рождения желаю много успехов, счастья, чтоб тебя любили, уважали, чтоб на тебя очень-очень много номеров. С днем рождения тебе чей-то. Ну вот. С днем рождения тебе, с днем рождения. С днем рождения, телефон шелок. Не помогло. Давай пять. Ну все. Уходи. Как хочешь. Давайте уходим. Красиво. Захотелось позвонить родителям после этого сюжета. Вот этому мальчику, который в конце так красиво уходит. Я придумал, как я буду заканчивать теперь передачу. Типа, все. Шустрое утро, да, можно объявить. Но это еще все впереди. Как появляется в кадре Дмитрий Горшенев, наш погодный ведущий, прямо сейчас узнаем. Вот он уже здесь, замечательный наш. СМЕХ 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 Подожди-ка, это не погода ли у тебя так повлияло? СМЕХ 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 На самом деле, сегодня о погоде можно... Избавился от нового кала. Сегодня о погоде можно рассказывать так же радужно, как я и говорил вчера, собственно говоря. Так. За одним исключением. Сегодня наш край находится под влиянием циклона полипониженного давления, который двигается к нам со стороны Германии. Давайте посмотрим на эту облачность. Наташа, что ты видишь на этой картинке? Букву Г! Букву Г, действительно. СМЕХ 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 Циклон разделяется на две части, одна. Часть уходит в сторону Польши, а другая часть уходит в сторону Румынии, потом передвигается над Черным морем и потом направляется к нам в край. Уже завтра мы будем его встречать, который циклон несет в себе влагу, осадки, все вот эти неприятные вещи. Ну, кому-то они нравятся. Про что я говорил в самом начале. Кому что? Сегодня в гидрометцентре мне сказали, что ожидается самая жаркая погода на протяжении всей этой недели. Температура ставит от 30 до 36 градусов. Так что не забудьте надеть головные уборы, когда вы ходите на улицу или на работу. Ветер умеренный. Сегодня 5-10 метров в секунду. Ночью тоже небольшой, примерно 6-12 метров в секунду. Ночью будут сегодня теплые, такие же, как и день. Из-за того, что к вечеру облаков будет чуть больше, выхолаживания не будет, и поэтому ночь будет прекрасная и теплая. Облака такой эффект одеяла. Одеяло, да, так окутает. Вот как я сейчас окутал плазму, так же и одеяло окутает весь наш край. Давайте подробнее поговорим о температурах. На севере 31 градус, переменная облачность, но преимущественно ясно. На востоке Тихорец, Кропоткин, Армавир 35-36 градусов. Со знаком плюс в горных-предгорных районах чуть прохладнее, 29, но местами до 33. На Черноморском побережье 30-33 градуса. Ну и давайте поговорим о краевой столице, город Краснодар. Барабанная дробь. Утром плюс 25, плюс 27, днем 30-32. К вечеру снова температура начнет постепенно опускаться до 27 градусов. Осадков в Краснодаре мы не предвидим. Возможно, небольшие такие кратковременные дожди под вечер, но, скорее всего, их не будет. Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду. Преимущественно в восточных направлениях, давление у нас ниже нормы. Спасибо, Дима, большое. У, прям ты убежал. Я надеюсь, никого не укачало по ту сторону экрана. Но тепло, и это очень хорошо. Оставайтесь с нами. Совсем скоро поэзией наполнится наша студия. А я всю жизнь к тебе иду. Любовь бывает лишь однажды, Презрев лишение и беду. Как это право, все не важно. За взгляд твой все отдать готов. День без тебя напрасно прожит. Однажды лишь в судьбе любовь. Все остальное лишь похоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Огромное спасибо. Вот поэтическое утро. У нас с вами уже не впервые у нас в гостях. Замечательный друг Инвер Шауджен, поэт. Спасибо за эти строки. Они вдохновляют. Особенно с самого утра. Да. Но со мной так происходит. Особенно девушек. Любые строки о любви женщину заставляют расцвести. Поэтому, да, от женской половины населения и наших телезрительниц особое спасибо. К яркому событию, которое недавно произошло в вашей жизни, вы стали финалистом 5-го всероссийского литературного конкурса в Москве. Более 2200 участников 16 стран мира. Расскажите про этот опыт. Впервые ли вы поучаствовали в таком событии масштабном? Нет, это не первый мой опыт. В прошлом году я был участником и дипломантом 4-го всероссийского литературного фестиваля. Ну, в связи с вот этой ситуацией с пандемией, было решено этот представительный литературный форум провести в электронном формате. Но это пошло даже, скажем так, в плюс, потому что гораздо больше участников. Вы правильно сказали, более 2200 представителей лучших мастеров пера из по 16 стран мира принимали участие. И, конечно, мне было очень приятно и ответственно выйти в финал этого конкурса. Туда вышли лучшие прозаики и лучшие поэты. Ну, скажу, что с нашего региона, вот южного региона, ну, я единственный. Вот так вот, друзья. Еще тем более оценен этот результат. Только ли русскоязычная проза и поэзия была на этом фестивале представлена? Нет, нет. Там были поэты, начиная, вот знаете, Австралия, Америка, Германия, Корея, Япония. Ну, всех сейчас не смогу перечислить, но очень представительный форум. Дело в том, что этот литературный фестиваль «Лифт», он так называется, он сам по себе очень такой, с первого, так сказать, года его проведения, он очень такой престижный. И участие в нем, просто даже участие, попадание в шорт-лист, как принято говорить у профессионалов, это уже, так сказать, большая награда для автора, большая честь, престиж, престиж того региона, от которого он выступает. Поэтому я хочу сказать, что вот это серьезный фестиваль, и участие в нем, вот, скажем так. — Хочется спросить, извините, пожалуйста, а судьи кто? Ну, то есть, как они оценивали, если это всероссийский литературный конкурс, как они оценивали стихи на немецком языке? — Нет, все в переводе, конечно. Просто представители различных, я имел в виду, так сказать, стран мира и материков там, но а судьи, там очень уважаемые люди. Ну, выбор судей, я, честно говоря, не знаю, как это происходит, но это настоящие, можно сказать, академики пера, это настоящие специалисты, которые, литераторы, которые имеют на своем счету там и по 20, по 30 изданных книг, и их знают по всему миру, вот, и они, ну, там, порядка 80 человек, которые оценивают, так сказать, работы участников. — 80 человек, то есть это, видимо, составляет... — Нет, 8-10, 8-10. — Не пугайте так, Павла. — Мы 80 судьб. — Как бы они пришли к единому какому-то мнению, да, если их так много? — Ну, мы знаем, что это не единственное такое поэтическое состязание, которое вы отмечаете для себя, потому что есть и другие очень значимые для вас конкурсы и, возможно, победы в них. Можете рассказать об этом подробно? — Ну, 2020 год вообще был достаточно насыщенным на творческие события и, ну, небольшие, скажем так, творческие достижения. Вот, ну, где-то месяца два-три назад я принимал участие в международном литературном, тоже вот в таком формате, интернет-формате конкурсе, который проходил в Белоруссии. Вот, и в нем принимали участие тоже достаточно большое количество поэтов и прозаиков из Болгарии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Германии. Ну, тоже там порядка 10-12 стран. Вот, назывался он «Центр Европы», вот, Международный литературный форум. Вот, и там тоже я вышел, значит, попал в шорт-лист или, как я уже сказал, вышел в финал этого конкурса. На следующий год, ну, я этот конкурс для себя впервые открыл, и на следующий конкурс я обязательно попробую свои силы, возможно... — Претендуя на победу, мы надеемся. — Ну, жизнь покажет, но очень такой серьезный конкурс. Дело в том, что участие в таких фестивалях, конкурсах — это, во-первых, проверка того, что ты делаешь, это твой экзамен. Во-вторых, ты получаешь бесценный опыт на фоне таких вот известных людей, ты проверяешь свои силы, это очень важно. — То есть, получается, выступаешь в онлайн-формате, сам читаешь свои произведения, или ты отсылаешь, комиссия смотрит? — Ну, вот сейчас, нет, различные бывают варианты, вот, например, тот фестиваль «Лифт», про который мы начали говорить, там обязательно условия, люди, которые попали в финал, значит, есть специальный YouTube-канал, и по нему ты обязан одно или два стихотворения из тех, которые ты посылал в заявки, прочитать, и уже многомиллионная, действительно, многомиллионная аудитория путем голосования определяет лучших каких-то номинациях. Но это очень серьезно, там, ну, скажем, нет места каким-то, ну, всегда же бытует мнение, что вот, там, любимчики, там, и так далее. Здесь вот аудитория определяет лучшего именно вот по выступлению. — А если вот мы говорим про любимчиков, наверняка у вас накапливается большое количество стихотворений. Как вы выбираете те, которые отправляете на конкурс? Ну, то есть, как вы сами выбираете своих любимчиков, которые готовы презентовать миру? — Или же под конкретный конкурс пишется конкретное стихотворение? — Нет, нет, не настолько, вот в моем случае не настолько, наверное, я под конкретный конкурс пишу стихотворение. Но логично, конечно, чем выше статус литературного форума, литературного какого-то конкурса, тем, конечно, я более придирчиво смотрю те стихотворения, которые я мог бы отправить. Ну, каждый автор, я это уверен для себя, самый строгий судья и критик. И я прекрасно знаю все шероховатости каких-то стихотворений. Вот у меня вышел там недавно сборник первый, вроде бы он издан государством издательств, вроде бы он прошел редакторский контроль. Но многие стихотворения я смотрю, ну, задним числом, и я понимаю, что над ним еще можно работать. Поэтому просто я стараюсь отобрать что-то, ну, лучшее. Ну, опять же, если есть какая-то тематика, если свободная поэзия, то ты смотришь. А вот бывают там либо философские стихи, либо лирическая поэзия, либо какая-то национальная тематика. Поэтому тут уже на твой выбор. Вер, огромное вам спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам, поделились информацией. И очень приятно и отрадно от того, что не только вот рэп-баттлы у нас тут, что есть литературные большие конкурсы. Которые к тому же прославляют наш замечательный южный регион. Да, друзья, читайте стихи, читайте книги и оставайтесь, конечно же, с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Утро это все оно, хорошее утро. Смотри, это солнце оранжевого цвета, беги под ногами, целая планета в голове, любовь. Золотистое утро это все оно, хорошее утро. И снова 20 августа. Павел Моисеенко, Наташа Степлова. И как здорово, что вы вместе с нами. Хочется, друзья, чтобы не только развлекательный формат наша программа носила, но и такой немного познавательный. Давайте не забывать об окружающей среде, о проблемах загрязнения. Минутка экологии. Сейчас, тем более, это очень актуально, поэтому мы решили с Пашей не оставаться в стороне и немного рассказать вам о том, что вообще сейчас делать для того, чтобы улучшить экологическую обстановку. Да, не только бесполезные вещи появляются, но и есть ученые, которые, да, занимаются правильным делом. Ученые придумали, как стимулировать рост коралловых рифов, которые, ну, колоссальное значение имеют для экологии. И, если я не ошибаюсь, ученые из Гонконга придумали особую терракотовую плитку. Вот вы видите на своих экранах, как она выглядит, такая, как гексагональная, да, шестиугольная плитка. Значит, 128 таких плиток диаметром около полуметра связаны в одну большую сеть, охватывающую 40 квадратных метров океанического дна на трех разных участках. Ну, говоря простым языком, это некий трафарет, такая как бы форма, которая позволяет коралловым рифам вот в этих загигулинах формироваться быстрее, образовываться и расти, ну, как бы, в таких умеренных, хороших, стабильных ритмах. И поэтому это на море, на дно океанов и морей укладывается, там начинают произрастать рифы, и, как бы, показывает, ну, в общем, это практически то же самое, что и естественный процесс. Вот ученые решили... Тем более, что сама-то плитка экологически чистая, она из глины сделана, обжигается и потом устанавливается. Будем следить, посмотрим, насколько удачным будет этот природный эксперимент. Продолжая морскую тему, все про тех же людей, которые находятся на пляже. Это вообще целое кино, столько разных интересных персонажей можно наблюдать на пляжах. И порой люди шокируют какими-то изобретениями, как, например, вот эта женщина. Ну, некому было намазать спинку. Она взяла обычный строительный валик и решила абсолютно точно спасти себя от воздействия ОФ-лучей. Да, для одиноких отдыхающих. Ну, тем более, мы видим, что дама такая в при... Дама абсолютно обычная, решила использовать валик в нестандартном назначении. Почему нет? Если честно, я смотрю на это видео и думаю, как же это удобно. Ну, правда. Не, ну, есть же чесалки, да? А теперь вот мазалка для спины. Ты дотянешься вот до туда, до между лопатьей? Мы обязательно проверим это сразу после того, как посмотрим народные новости. Да, наша любимая рубрика «Снова в деле». Посмотрим, как станица Азовской сейчас проходит жизнь, протекает. Пользуются ли там строительными валиками? Смотрим. Друзья, добрый день. Мы в станице Азовской. Маленький городишко, 4000 человек, встречает нас солнечной, яркой погодой. Давайте узнаем у жителей города, какие тут развлечения. Поехали. Привет. Посмотрите, какая красавица. Не хочешь сделать со мной селфи? Добрый день, Кубань, 24. Хорошее утро. А с какой целью снимаете-то? Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Не надо. Вы ко мне? К вам. Выходите. Ну что, как у вас дела? Тихо. Тихо, 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 тихо. Азовское замечательное поселение, замечательная станица. Находится в предгоре Горь Кавказа. Воздух, кстати, между прочим, считается, что наша станица – самое экологически чистое место в Краснодарском крае. Как у вас тут дела? Спокойно. Торонавирус нас обходит стороной. Как вы веселитесь вообще здесь? Ой, веселитесь мы здесь отлично вообще. У нас вот ДК, у нас здесь обалденная площадка для детей. Недалеко от нас расположен новый сквер. Дома телевизор. Больше ничего. Для стариков очень весело. Для молодежи есть развлечение? Ну, молодежь у нас ездит в Северскую. Ну, у нас есть красивая, соленая, там церковь, там покупаться можно, там позагорать. Есть дома, вот напротив, за этим зданием музей есть. Есть музей у нас на 8 марта, там зверюшки всякие. А жалобы? Нет, у нас в Азовке все отлично. Местные жители? Нет, я не местный. А что делаете в парке, место? Да я к теще приехал, я с север. А, ну что, как вам тут? Нормально. А теща как? Нормально. Вот пришел купить колбаски котам. Добрый день! Ну, здравствуйте! Ну что, что это у вас тут? Пылесос? Микродуйка. Микродуйка? Ветродуйка. Ветродуйка. Ну, отдадите попробовать. Да, пожалуйста. Ну, давайте, микрофон подержите. Отпишите. Приглашаем всех в станцию Азовской. Приезжайте к нам, у нас здесь очень хорошо, очень весело. Никому привет передавать не буду. Давайте с вами воздушный поцелуйчик на камеру. Давайте. Это как? Ну, давайте пять тогда. Сильнее. Давайте. Все нормально. Спасибо, Рита. Мы так немного переместились сейчас, как будто у нас есть телепорт. И всем жителям станицы Азовской огромный привет. Да, друзья, и мы будем продолжать выезжать из суетного, шумного Краснодара. В станице, в хутора, поэтому ждите. Я надеюсь, что и к вам мы тоже совсем скоро приедем. Кстати, про покатушки. Любопытная история произошла с подростком из Америки. Что произошло? Родители его уехали в свадебное путешествие, отмечать годовщину свадьбы. И сказали, тебе 14 лет, Анхель, мы доверяем тебе. Вот машина, вот дом, пожалуйста, ничего не сделай. Ну, мальчик подумал, что, в принципе, он взрослый, самостоятельный и справится. Но дело в том, что когда он сел за руль автомобиля, ну вот все, вот этот юношеский максимализм дал о себе знать, и он начал просто неистово гонять по улицам, превышал скорость на машине своих родителей. Да, как все произошло? Родителям позвонили из полиции, и они увидели на камерах видеонаблюдения, что подросток ездит на дорогущем, так скажем, внедорожнике. Да, по городу рассекает, естественно, они прилетели срочно домой. Как объяснять свои действия, значит, подросток? Говорит, помыл машину, хотел, чтобы она немного обсохла, решил сделать кружочек вокруг дома. Ну так же быстрее. Да, и все, а дальше все как в тумане. Как они его наказали? Они заставили вытащить все его личные вещи, все, что есть в его комнате на улицу, и раздать это своим соседям. Потому что он нарушал их покой, мол, мы забрали у тебя немножко твоего спокойствия, а теперь ты отдавай все свои вещи. При том, что ребенок, что удивительно, несмотря на свой такой провокационный возраст, был абсолютно согласен с этим наказанием, написал такое объявление, что он просит прощения, мол, просите, что я превышал скорость и мешал вам спать, вот вам мои вещи, заберите. Да, ну, в общем, методы разные, бывает воспитание, но я надеюсь, что они будут действенными. Действенными. Теперь история человека, парня, талантливого ребенка, который занимается любимым делом, и он достиг успеха. Возможно, вы помните ту историю, мальчик из Нигерии, 11-летний Энтони, да, танцевал под дождем, видите, на бетоне совершенно, у них там школа есть танцевальная, но она в подвале находится, там очень мало места, катастрофически. Видео разместили в интернете и... Да, и, конечно, его заметили, потому что, ну, на лицо потрясающие способности ребенка, и заинтересовались ему директор школы Сантия Харви, которая занимается талантливыми детьми, и все. Нью-Йоркская балетная школа. И мы надеемся, что у Энтони теперь действительно появился ощутимый шанс как-то качественно улучшить свою жизнь и, конечно же, самореализоваться в творчестве и радовать всех своим талантом. Да, он получил стипендию в Нью-Йоркской танцевальной академии, и теперь с ним дистанционно занимается педагог, возможно, ну, ждет его переезд. Друзья не менее талантливые и невероятные всемогущие наши шустрые юные коллеги продолжают наш эфир, давайте внимательно следить за их успехом. Доброе утро! Время открывать глаза и настраиваться на позитивные ноты. В эфире программа «Шустрое утро», а мы ее ведущие Дамир и Денис. Предлагаю нам сразу же сходу немного размяться. Поддерживаю. Отлично, поехали. Итак, разминаем голову. А-а-а! Крик боли. Направо, налево, направо, налево, направо, налево. Вверх, вниз, вверх, вниз. Теперь подключаем руки, плечи. Дорогие телезрители, повторяйте за нами. Назад. Кисти рук. Так. Отлично, теперь локти. Локти. Есть! Все! И теперь поморгали глазами. И пошевелили усами. Усами. А теперь ушами. Все, хватит. Все, размяли. Размялись, и настроение стало еще лучше. Да, хорошая разминка – это залог хорошего дня. Кстати, о дне. Чем мы сегодня займемся? Хороший, Дамир, вопрос. А чем мы сегодня займемся, узнаем через 2 секунды. Дорогие телезрители, Дамир, правила очень простые. На экране появляются острова. Твоя задача – дать из этого списка название этим островам. В принципе, все легко, да? Осталось только знать и догадаться. Поехали! Первый остров уже на экране. Мне кажется, что это остров Мадагаскар. Остров Мадагаскар. Ага, хорошо. А давай прочтем острова, которые написаны у тебя в списке. Мадагаскар, Бали, Филиппины, Крит, Кипр, Мальдивы, Мальта, Бора-Бора, Гавайи, Таити и Фиджи. Так, и теперь твоя задача – выбрать правильное название к этому острову. И ты сразу же подумал, что это Мадагаскар. Да. Прямо вот так сходу. Спешу тебя огорчить, это неправильный ответ. Это не Мадагаскар. Это не Мадагаскар. У тебя еще есть 10 вариантов. Крит. Нет. Кипр. Нет. Мальдивы. Нет. Мальта. Нет. Бора-Бора. Нет. Гавайи. Нет. Таити. Нет. Серьезно, Фиджи? Да. Последний вариант. Фиджи. Это Фиджи. Идем дальше. Вот такая красота. Что же это может быть? Пойдем от обратного. Гавайи. Гавайи. Нет. Бора-Бора. Нет. Кипр. Да. Это Кипр. Смотри, сколько людей отдыхают на Кипре. Хотел бы съездить туда? Хотел бы. Но мы не поедем, потому что нас ждет следующий остров. Вау. Ну, это прям чудеса какие-то. Вот место на гамаке чур мое. Гора моя. Гора. Вот там в облаках. На самом деле, очень красиво. Из всех островов, которые я пока видел, вот я бы сюда съездил. Что это? Бора-Бора. Правильно. Сразу в точку. Все. Видишь, как... Я просто руку наработал. Да, да, да. Сразу отгадывать. Это что за красота. Что за красота. Я в мультике смотрю. Мне кажется, я даже вот без списка смогу отгадать, что это. Это Мадагаскар. Совершенно верно. Совершенно верно. Это Мадагаскар. Прямо с мультика. Давай дальше посмотрим. Тоже. Смотри, там клетка даже какая-то есть. Столько яхт. Филиппины. Это Филиппины. Да. Замечательно. Ох, смотри, пляж какой. Допустим, что это Мальта. Это Мальта. Совершенно верно. Красивый, потрясающий остров Мальта. Идем дальше. Это что? Хотелось бы верить, что это Крит. Совершенно верно. Это остров Крит. Ой-ой-ой, как же красиво. Что это у нас? Как же дорого. Мне кажется, что это Гавайи. Ты уверен? Да. Прямо сто процентов. Нет, но я уверен. Да, Дамир, это Гавайи. Давай пять. Молодчина. А прямо сейчас предлагаю сразу же перейти к нашей рубрике, которая называется «За и против». Поехали. Смотрим. Летом актуальны не только поездки на море, но и посещение бассейна. А может ли это быть опасным? И как ребята отнесутся к плаванию вне моря? Узнаем прямо сейчас. «За и против». Доброе утро, друзья. «Привет». 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 Как настрой у вас? Хороший. «Боевой?» «Боевой». «Скажите, почему лопнул бассейн?» «Он был надумной». «В кармане у него был ключ или какой-то такой...» «Или ножик». «Да». «И втыкнул бассейн, и вода везде поплыла». «Прыгнул, и, наверное, чем-то-то его порвал». «Чем же ж?» «Нож». «Я никогда так со своим бассейном не делаю». «Я тоже». «Почему это?» «Я потому что в купальнике у меня же там нету карманов». «Конечно, нету». «А как вы думаете, опасно ли вообще купаться в бассейне?» «Ээээ... да». «Ну, не очень». «Нет». «Нет». «Только если в глубине». «Потому что, если будем прыгать, то можно удариться головой, как у меня раньше было это». «А вот скажите, вы сами любите купаться в бассейне, и почему?» «Конечно». «Да». «Ну, как бы мне вообще вода нравится». «Потому что купаться, мое веселье, я прыгаю просто из него». «Если будет вопрос, море, либо бассейн, что вы выберете, а?» «Я бассейн в море». «Море гораздо просторнее и лучше». «Я то и другое». «Я то и другое тоже». «То есть вы любите и море, и бассейн?» «Да». «Скажите, вы за или против купания в бассейне?» «Я за». «И я за». «За». «Я за». «Я тоже за». «Потому что это прикольно». «А мне кажется, если жарко, то можно где-нибудь искупаться». «Такое, когда жарко». «Прыгну в бассейн и всё». «Наша программа подходит к концу». «Подписывайтесь, Дамир!» «И вы, телезрители, на наш YouTube-канал и к нам в Instagram. Ссылки вы можете увидеть уже вот внизу экрана. «Желаем вам счастья, здоровья и всё, чтобы у вас было хорошо». «И ещё прекраснейшего дня!» «А это была программа «Шустрое утро». «Пока!» «За» «Пока!» «Жёрно тебя, в своём под境оннойcous». Продолжение следует...